Привет, планеты! Это программа Вести.нет, еженедельный дайджест. И начнем мы его на этот раз с новостей, касающихся главной троицы российского интернет-бизнеса. На этой неделе появилось еще несколько утечек, подтверждающих, что совместные предприятия Сбера и Мейл.ру находятся на грани распада. И речь теперь не только о слухах, есть и косвенные подтверждения. Платежная система социальной сети ВКонтакте ВКП привлекла в качестве партнера ВТБ. Речь о таком продукте, как рассрочка, которая будет предлагаться в рамках ВКП. Предполагается, что основная аудитория ВКонтакте предпочтет именно такую банковскую услугу, а не классический кредит, к которому молодежь может быть не готова. По информации газеты «Коммерсант», запуск пилотного проекта намечен уже на осень. ВКП основная идея нашего продукта – это платформа, которая объединяет продавцов, клиентов и банки. И в рамках этой платформы мы собираемся и создаем, развиваем сейчас сервис выгодных покупок для клиентов. И рассрочка – это один из инструментов именно выгодных покупок, когда клиент без каких-либо переплат имеет возможность в рассрочку от 4 до 24 месяцев купить любой товар на витрине наших партнеров, которые мы подключаем. Поэтому наш вклад в это партнерство с ВТБ и другими банками на этой открытой банковской платформе о том, что мы даем, с одной стороны, доступ к многомиллионной аудитории, а с другой стороны у нас уже выстроена большая сеть партнеров-продавцов, такие как Алиэкспресс, такие как Связной, все проекты экосистемы Мейлорогрупп. И тут интересно, что партнерство ВКП заключает не со Сбером, с которым у главной корпорации есть многомиллиардные совместные предприятия. Конечно, сервис ВКП пока не стал массовым средством оплаты товаров и услуг. Более того, некоторые эксперты отмечают, что динамика роста количества клиентов самого ВКП достаточно скромная. То есть речь не идет о том, что Сбер не участвует в большом и выгодном бизнес-проекте. Тем не менее, Мейл делает на ВКП ставку, постепенно встраивая его во все свои продукты, с прицелом на создание одного из базовых сервисов всего холдинга. В корпорации говорят, что платежная система открыта любым банком, и просто не всем это сотрудничество подходит. Но трудно не учитывать информационный фон, на котором все происходит. Еще полгода назад Financial Times писала о разногласиях в совместном предприятии Мейла и Сбера. В марте этого года Форбс говорил уже о высокой вероятности развода. А теперь пресса, правда, со ссылкой на анонимные источники, приводит даже некоторую конкретику. Сообщается, что оформлен раздел бизнеса может быть уже этим летом, и Мейл.ру Групп получит все активы совместного предприятия, связанные с едой. Деливери-клаб, самокат, кухня на районе. А Сберу отойдут транспортные сервисы CityMobile, CityDrive, для развития которых требуются значительные финансовые вливания. Кроме того, ожидаются и другие изменения, говоря, что Мейл.ру Групп проведет масштабный ребрендинг и превратится в ВК-групп. В качестве подтверждения указывают на то, что дочерние сервисы уже постепенно собираются в экосистеме ВК. Ту же подписку комбо переименовали в ВК-комбо. Сюда же можно добавить ВК-коннект и все тот же ВК-пэй. Инструменты, которые объединяют и связывают все продукты экосистемы Мейл.ру Групп. Предыдущий партнер Сбера по совместному предприятию, Яндекс, на этой неделе тоже произвел мини-фурор. Издание The Bell утверждает, что поисковик рассматривает покупку сети магазинов Азбука Вкуса. И сейчас компания находится в стадии переговоров. Цель этого приобретения якобы в Синергии, с сервисом быстрой доставки еды Яндекс.Лавка. Она активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором исторически сильна как раз Азбука Вкуса. И Яндексовский сервис сможет за счет сделки быстро нарастить это направление. Кроме того, объединив закупку продуктов целой сетью супермаркетов, можно значительно сэкономить за счет объемов. В качестве успешного примера подобного слияния источники издания приводят приобретение Амазоном премиальной сети супермаркетов Whole Foods, которая сохранила и магазины, и свой бренд, и после покупки. На этой неделе Apple'овцы провели свою ежегодную конференцию разработчиков. Она традиционно открывается главным докладом – Киноутом, который еще стараниями Стива Джобса превратился в шоу, рассчитанное на широкую аудиторию, а не только на программистов. И в этом году этот главный доклад на YouTube посмотрели уже около 7 миллионов раз. Доклад продолжался чуть менее двух часов и состоял из бесчисленных описаний новых функций яблочных гаджетов, потому что представлены были три операционные системы для маков, айфонов и планшетов. И во всех этих продуктах Apple продолжает курс на борьбу с рекламной интернет-слежкой. Поскольку iOS дает пользователю возможность не делиться данными о себе с приложениями уже сейчас, Apple столкнулся с ожесточенным сопротивлением рекламного бизнеса, в первую очередь одного из самых больших игроков этого рынка – Фейсбука. Дело дошло до судов, но яблочники идут дальше. Анонсированные операционки не дадут интернет-сервисам определять IP-адреса эпловских гаджетов и их местонахождение, потому что те будут подключаться к сети не напрямую, а через сервис iCloud Plus Relay. Работает он так. К чему бы в интернете гаджет не обращался, сначала данные идут в облако Apple, а потом к некоему доверенному партнеру, который подставляет свой IP. В результате ни у кого из этой цепочки нет полной информации о том, с какого адреса идет обращение. Это не означает полной анонимности. Apple по-прежнему выдает данные по запросу правоохранительных органов, но рекламщики остаются ни с чем. Ровно так же работает и почта, что означает, что и рекламные имейл-рассылки теперь будут менее эффективны. Конечно, дополнительный крюк, который делает любое обращение в сеть, скажется на скорости соединения. Поэтому сервера iCloud Relay и партнеров должны находиться рядом с потребителем и иметь очень широкие каналы. Судя по всему, в качестве партнеров будут привлечены сети доставки контента, так называемые CDN, в частности, Акамай, Клаудфлэр и Фастли. Правда, в некоторых государствах, Китае, Белоруссии и Казахстане, система работать не будет. Власти разрешения не дали. Упорно-конфиденциальность пользователя не единственное, что объединяет все продукты яблочников. Apple продолжает развивать инструмент Continuity, который позволяет значительно упростить взаимодействие яблочных гаджетов между собой. Особенно, если они принадлежат одному и тому же человеку. Теперь устройства, залогиненные под одним и тем же аккаунтом, сами объединяются в сети. И управлять этой системой можно с клавиатуры любого из них. Причем их экраны становятся продолжением некого единого рабочего стола, в рамках которого можно работать сразу с несколькими программами, физически исполняемыми на разных гаджетах. И при этом перетаскивать какие-то файлы с одного компьютера на другой. Рассказать обо всех анонсах у нас просто не получится, не хватит времени. Поэтому мы сосредоточимся лишь на перечислении тех, что показались нам особенно интересными. Эпловцы переделали свой браузер Safari. Там появилась группировка закладок, а строка ввода адреса переехала вниз. Что на самом деле примечательно, потому что Яндекс еще 7 лет назад так сделал первым на рынке. Что нынешний глава поисковика Тигран Худовердян не применул заметить у себя в Фейсбуке. Ну потому что идею Яндекса оценили, а с масштабами и влиянием Apple можно сказать, что она стала теперь нормой. Еще один момент. При всей нелюбви Apple к сбору данных, которым занимаются соцсети, яблочники не прекращают попыток сделать какой-то социальный слой в своих продуктах. Но скорее для вовлечения и удержания пользователей внутри своей экосистемы. Когда-то у них была соцсеть вокруг музыки, пинг, проект не взлетел и был закрыт. Теперь новая попытка SharePlay. Музыка и кино как средство совместного времяпрепровождения. То есть с помощью видеосвязи FaceTime вместе и синхронно можно смотреть и обсуждать кино, к примеру. Правда, для этого все участники такого сеанса должны быть подписаны на стриминговый сервис с конкретным фильмом. То же самое касается и музыки, что, наверное, было бы особенно актуально во время карантина. И приживется ли в мире после эпидемии, непонятно. Бизнес решил попробовать. В Apple-овский проект вписались с десяток игроков. От Disney и до TikTok включительно. Правда, исключая Netflix. Но и тут важно. FaceTime прошел важный апгрейд. И теперь в звонках могут участвовать и пользователи Android или Windows. Просто по ссылке через браузер. Это явно претензия на рынок частной видеосвязи и территорию, в первую очередь, зума. Музыка. Тут анонсировали формат без сжатия, лослес и поддержку пространственного звучания. Это технология от Dolby. Поразительно, но лослес треки решили добавить в Apple Music, несмотря на то, что компания не очень верит в его перспективы. В журнале Billboard вышло интервью с ADQ, вице-президентом Яблочников, который в том числе отвечает за музыкальное направление. И по его словам, лослес формат 98 или 99% людей просто не могут на слух отличить от обычного хорошего стримингового качества. И это, мол, подтверждается тестами. А вот пространственные эффекты, по мнению ADQ, технология прорывная. И он сравнивает поддержку пространственного звучания с переходом телевидения на вещание в HD. Слушатель попадает в звуковое пространство записи, может оценить, как далеко и в каком направлении от него находится инструмент или вокалист. Но запись должна быть сделана изначально в расчете на такой формат. В ином случае трек будет звучать странно, а может быть и хуже, чем в режиме стерео. И когда вся индустрия перейдет на такую запись и перейдет ли вообще, неизвестно. Новое направление развития системы Apple Wallet. Теперь с часов или телефона можно открывать умные замки, в том числе автомобильные, или предъявлять документы, права или удостоверения личности. Правда, последним будет работать, во всяком случае, поначалу только в Америке. То есть цифровой паспорт — это не открытие Apple. В России разрабатывают цифровые документы на базе госуслуг. В Польше и на Украине уже работают свои приложения с электронными документами. В Китае уже давно удостоверение личности встроено в WeChat. Просто эпловцы предлагают интеграцию с гаджетами по образу того, как это сделано с оплатой. Заверено, безопасно. И для предъявления прав и паспорта достаточно два раза нажать кнопку и приблизить часы или айфон к какому-то считывателю, а не искать в телефоне специальное приложение и надеяться, что оно быстро загрузится. Еще из интересных программных новинок, представленных Apple, можно отметить функцию «Огенстединес» — уверенность походки, которая предупреждает падение. Речь не о внезапном событии, его Apple-вские часы регистрируют уже давно, а о том, что можно спрогнозировать, причем с помощью датчиков телефона, которые носят в карманах или сумки близко к оси тела. Нейросети анализируют данные акселерометров и оценивают длину шага каждой ноги, время нахождения ее на земле, темп и другие показатели, с тем, чтобы заблаговременно обнаружить изменения в координации движений, снижение устойчивости. Фактически, диагностика по походке. На этой неделе ФБР и австралийская полиция рассказали о деталях операции под названием «Троянский щит», в рамках которой американцы несколько лет фактически управляли одной из самых доверенных систем шифрованной связи внимания криминального мира, а в результате смогли арестовать около 800 человек, причастных к организованной преступности. Речь идет о системе связи «Аном». Это защищенный мессенджер, который поставляется на специальных телефонах, фактически аппаратах, из которых удалены чипы GPS, а зачастую еще и без камер и даже микрофонов. Сами аппараты продавались за 2000 долларов, и столько же стоила платная подписка на полгода на услуги быстрого стирания в случае утери контроля над телефоном, а также на постоянное залатывание найденных уязвимостей в системе. Всего таких «Аном» телефонов было продано около 12 тысяч штук. Покупатели – экзотические, мафия, наркоторговцы и даже мотобанты на австралийское отделение «Ангела Фада». И переписку всей этой клиентуры, зачастую детальное обсуждение криминальной деятельности, читало ФБР. Архив составляет более 20 миллионов сообщений. В общем, статьи об этой операции напоминают боевик или шпионский роман. Вкратце. Еще в 2008 году в Канаде на абсолютно законных основаниях начала работать компания «Фантом Секюр». Делала она ставку на нишу защищенной связи, только для очень богатых клиентов – дельцов со счетами в швейцарских банках. Во всяком случае, маркетинг был именно таким. Аппараты, которые называли «Луи Вуитоном» в мире телефонов, на самом деле были полувыпотрошенными «Блэкберри». Эта компания, опять же, канадская, уже тогда начала увидать, и еще одному проекту на своих телефонах была только рада. Вместо стандартного BBM BlackBerry мессенджера «Фантом Секюр» устанавливала собственный мессенджер с очень сильным шифрованием. На криминал компания не рассчитывала, но в какой-то момент небольшую партию аппаратов купили австралийцы, как раз местная мотогруппировка «Ангела Ада». И выяснилось, что телефоны здорово помогли их преступному бизнесу. По местному ТВ даже показали сюжет о том, что шифрование и секюрные телефоны мешают борьбе с преступностью. Полиция не может их взломать. И канадцы, может быть, и невольно, но работают на криминал. Этот сюжет оказался суперэффективной рекламой. Телефонами сначала закупился весь криминальный мир Австралии, потом мексиканцы, картель Синалуа, еще какие-то наркоторговцы, работающие в Америке. И тут в дело вступило ФБР. Начальство канадской компании пересажали, но, как выяснилось, не все. Техдиректор компании прошел по делу по программе защиты свидетелей, потому что отдал спецслужбам свою разработку. Новое поколение шифрованного мессенджера. И ФБРовцы рассказывают, что, отмечая в баре успешное окончание операции, они придумали новую операцию. Встроили вводанную им систему условный бэкдор, возможность читать любое сообщение. И стали через информаторов и агентов под прикрытием рекламировать новый продукт именно в преступных кругах. А те как раз искали замену телефоном «Фантом». Одновременно ФБР сосредоточилась на том, чтобы убрать конкурентов. От них взломали и скомпрометировали, других пересажали. И за три года система стала одним из самых больших игроков на рынке связи для криминала. И помогла собрать информацию для ареста почти тысячи человек. Есть еще один интересный момент. Несколько авторитетных преступников смогли избежать поимки. И сейчас скрываются и от полиции, и от своих. Потому что считали шифрованную связь правильным решением для своего преступного бизнеса. А теперь имеют репутацию предателей. Из-за своей бандитской веры высокие технологии. Вообще тема преступности и высоких технологий широко представлена в новостях этой недели. К примеру, стало известно о взломе одного из самых больших издателей игр – Electronic Arts. Украли 780 гигабайт данных, включая исходный код футбольного симулятора FIFA 21. А также игровой движок Frostbite, на котором работает и, собственно, FIFA, и шутер от первого лица Battlefield. На днях, кстати, появился первый официальный трейлер новой игры этой серии. Сейчас эти данные выставлены на продажу. И есть опасения, что их может использовать теневой бизнес на играх. Ну, для создания кодов или программ, дающих игроку преимущество. Ну, простейшие примеры – способность стрелять без промаха или видеть сквозь стены. Распространение таких инструментов может отвратить от игры нормальных пользователей, которые будут просто беспомощны в схватках с читерами. Особенно, если речь идет о многопользовательской онлайн-игре. То есть под угрозу поставлена судьба ожидаемого, дорогого масштабного проекта Battlefield 2042. Уже в эти выходные начинаются первые мероприятия и три самой большой в мире выставки игровой индустрии. И в ее преддверии Microsoft сделал довольно серьезный анонс. Корпорация пытается сделать свою игровую платформу, доступной за пределами консолей или ПК. Ставка теперь на стриминговые мини-приставки или даже просто на смарт-ТВ. Точных спецификаций пока нет, но, похоже, приход Xbox и библиотек Xbox Game Pass – дело решенное. Потому что в пресс-релизе обильно цитируется гендиректор Сатья Наделла. То есть карт-бланш проекту выдан на самом высоком для компании уровне. Уже сейчас идут переговоры с производителями умных телевизоров о том, чтобы на рынке появились модели, которые позволят запускать игры прямо на подключенных к сети смарт-ТВ без дополнительного оборудования. За исключением, конечно, контроллеров-джойстиков. Ставка здесь очевидна не на мощную начинку телевизоров, а на облачный гейминг – проект, который у Microsoft называется X-Cloud. Подход достаточно пионерский, хотя примеры на рынке уже есть. В частности, в телеприставках Сберы и будущих телевизорах Сбер-ТВ есть возможность стримингового гейминга. Но здесь речь идет об одной из самых больших в мире библиотек – Game Pass, который в прессе называют Нетфликсом для игр. Кроме того, Microsoft выпустит свои мини-приставки-донглы, которые смогут превратить и обычные телевизоры в игровое смарт-ТВ. Впрочем, подключать такие устройства можно будет и к мониторам. Делается это для того, чтобы максимально расширить охват аудитории игровой подпиской, включая тех людей, у которых нет ни игровых компьютеров, ни консолей, но которые были бы не прочь время от времени поиграть в полноценные так называемые ААА-игры. По слухам, такой ход Microsoft задумала еще в 2016-м и даже разработала для облачного гейминга устройство, похожее на гугловский Chromecast. Оно называлось Hobart. Но проект был установлен прямо перед мероприятием E3 в том же году. Видимо, из-за недостаточно зрелых на тот момент технологий стриминга игровой картинки из облака. С тех пор был открыт и уже почти провалился гугловский проект Stadia. Отполировало свои решения GeForce Now. В России оно работает уже два года. И теперь на рынок приходит действительно крупный игрок, один из большой консольной тройки, опережая в этом смысле и Sony, и Nintendo. Собственно, Microsoft эту модель расширения рынка отчасти уже обкатывает, выпустив сразу две консоли следующего поколения. Мощную серию X и скромную серию S, которые при этом могут воспроизводить все игры библиотеки Xbox. Облачный стриминг на все доступные экраны выглядит в этом смысле как следующий шаг. Выпуск двух разных версий консолей Xbox One X и Xbox One S показал, что у разных геймеров разные ожидания. Кому-то нужен первоклассный опыт, и он готов за него платить. Он покупает телевизор 4К, у него дома есть высококачественная аудиосистема и так далее. Но есть много людей, которые предпочли бы платить поменьше, но хотят получать все тот же первоклассный игровой опыт. И у них есть такая возможность нашим сервисам Xbox Game Pass. Мы специально построили эту систему, чтобы упростить доступ к играм, чтобы независимо от того, какого класса или какого поколения консоль у вас, а какая у вашего друга, все ваши игры, ваш контент, мог бы перемещаться с вами по всем устройствам нашей экосистемы. На этом итоговая программа Вестинет прощается с вами до следующих выходных. Не забывайте, что по будням дням мы выходим в коротком новостном формате, но тоже с ведущими. Не пропускайте. Планета, пока.